Эта история началась зимой. В пригороде Курска обнаружили маленького слепого щенка. Наверное, он родился таким и его просто выбросили, как ненужную вещь. На вид, ему не было даже и двух месяцев от роду. Он сидел в снежном сугробе и пытался всеми силами выбраться оттуда. Его нашел один мужчина, который подкармливал бездомных собак. Он поставил перед щенком куриную ножку. Щенок почувствовал ее на запах и радостно завилял хвостиком. У человека были срочные дела, и он ушел, но слепой щенок не давал ему покоя. Но, когда он вернулся на это место, щенка там уже не было. Первое, о чем подумал мужчина, что животное забрал кто-то из местных жителей. В кустах, возле оживленной дороги, лежал полугодовалый щенок. Он отличался красивым шоколадным окрасом. Было понятно, что ему очень холодно. Он мог только жалобно скулить, хатично цепляясь лапками за ветки куста, не понимая, где он находится, так как ничего не видел. Олег сразу понял, что это тот самый щенок, которого он видел зимой. Мужчина искренне не понимал, как его могли предать дважды. Он ласково гладил щенка по голове, а тот, в ответ, поднимал свою мордочку вверх, прислушиваясь к голосу человека. Олег связался с волонтерами, так как не мог забрать щенка к себе. У него уже жило много других питомцев, и он боялся, что они будут обижать слепого щенка. И оставить его здесь он тоже не мог, так как рядом была оживленная дорога. Этот несчастный щенок произвел на меня несгладимое впечатление. Я сразу связалась с Олегом и попросила его где-то спрятать щенка, пока наша команда не приедет за ним. Мы находились в городе Щегров. Это недалеко от Курска, но надо было дождаться утра. Утром мы выехали в Курск. На улице шел сильный дождь и град, дорога просматривалась очень плохо. Щенок обрадовался встрече, как обычно поднимая к людям свою мордочку. В машине, по дороге домой, он не издал ни одного звука. По приезду в клинику, ему дали кличку Тимурка. Мне сразу вспомнился наш старый слепой питомец Тимурка, который умер в начале зимы. Он тоже жил на улице. К сожалению, мы так и не смогли найти ему хороший дом. Теперь, вместо него, совсем молодой щенок, которому еще можно помочь. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!